Весенние скидки в студии Мебелизо. Торговый центр Римской, второй этаж. Продолжаем новости. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Это опасная инфекционная болезнь. Еще 10 лет назад от нее умирало 16 тысяч человек. С каждым годом смертность от туберкулеза снижается. Во многом предотвратить заболевание помогает обследование флюра и рентгенография. О специфике заболевания, о первых симптомах и своевременном лечении расскажем в нашем следующем сюжете. Вот на верхушечке легкого, вот видите, белые пятнышки. Легкие, как решето. Так на снимке флюрографии выглядит туберкулез. Опасные инфекционные заболевания часто маскируются под простуду. Обнаружить болячку под силу только рентгену. Чем больше мы обследуем флюрографические населения, тем больше мы выявим форм туберкулеза на ранних стадиях. Значит, мы их вылечим, не доведем их до заразных форм. Чаще всего болезнь поражает легкие. Но бывает туберкулез костей, кожи, почек и даже половых органов. Инфекционные бациллы буквально сжирают здоровые клетки. При агрессивной форме туберкулеза и без лечения человек сгорает за считанные месяцы. В первое время симптомы незаметны. Вот и больной Павел не знал, что давно на крючке. Когда определили болезнь, сказали, что где-то месяцев четыре, наверное, она началась у меня. И вот эти четыре месяца я вообще ничего не чувствовал. Заразиться туберкулезом можно через общую посуду, продукты питания, но чаще через непосредственный контакт с больным. От момента заражения до первых симптомов может пройти от двух месяцев до двух лет. Самое главное то, что туберкулез – это не грипп. Он не может возникнуть за одну минуту, исчезнуть за 3-4-5-7 дней. Он развивается очень медленно. И для того, чтобы его вылечить, нужно приложить немало терпения и сил. При закрытой форме туберкулеза заражение маловероятно, поэтому лечиться можно и амбулаторно. В Клину втезиатор принимает в третьей поликлинике. Больные с открытой формой в срочном порядке направляются на лечение стационар Щелкинского района. 24 марта – день борьбы с туберкулезом. Именно в этот день, 134 года назад, немецкий микробиолог Альфред Кох обнаружил возбудитель смертельной инфекции. По традиции, этот день медики отмечают научными конференциями, а все остальные – акциями здоровья. По-своему отметили этот день активисты молодежного движения «Я волонтер». Они призывали клинчан не забывать о своем здоровье и делать флюорографию хотя бы раз в год. Мы пришли на Советскую площадь, я, кучу моих друзей, мы раздавали вот эти листовки, мы раздали порядка 100 штук. И в принципе люди берут охотно, и прям вот некоторые даже спрашивают, что это за болезнь, насколько она опасна. То есть некоторые даже интересуются. Мы, честно говоря, пожалели, что мы взяли так мало листовок, потому что люди берут, и им интересно. Для тех же, кому не безразличны их здоровье, напоминаем, что всегда можно обратиться в топ-диспансер или же сделать флюорографию в поликлинике по месту жительства. Татьяна Барулина, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.